Герцог и герцогиня кембриджские прибыли в Белиз в субботу вечером, положив начало своей карибской поездки. Однако королевской паре пришлось отменить посещение какао-фермы Акте и Лейчей в Индиан Крик после того, как жители протестовали против этого. Это произошло во время их поездки по Белизу, Яйке и Багамским островам, трем странам Содружества, которое рассматривается как попытка заручиться поддержкой монархии и убедить другие страны не следовать примеру Барбадоса, решив стать республикой. Эта поездка является одним из четырех туров, которые совершают высокопоставленные члены королевской семьи в честь платинового юбилея королевы. Кейт и Уильям стали неотъемлемыми членами королевской семьи и взяли на себя больше ответственности после ухода принца Гарри, Меган Маркель, принца Эндрю и принца Филиппа, а также недавней болезни королевы. С момента вступления в королевскую семью герцогиня Кембриджская стала одним из главных активов фирмы. Сейчас герцогиня является одной из самых популярных королевских особ, регулярно входя в тройку лидеров, уступая лишь королеве и, иногда, ее мужу. Особое восхищение она вызывает за свою преданность семье и Уильяму. Королевская пара состоит в браке с 2011 года. Пенни Торнтон, астролог принцессы Дианы, рассказала в документальном фильме, что Уильям нашел в Кейт материнскую связь и что есть три ключевых момента, которые гарантируют прочный брак. Она сказала, он определенно нашел материнскую связь с ней, Кейт, и я думаю, что если это продлится, и он будет чувствовать себя ласковым, обожаемым, и у него будет такая замечательная связь с ней, то брак будет долгим, счастливым, верным, все эти вещи. Биограф Дианы, Ричард Мортон добавил, она была очень верна ему, очень поддерживала его, а для ребенка из неполной семьи, каким, в конце концов, является Уильям, он всегда стремился к стабильности и устойчивости. Кейт также стала надежной фигурой для других членов семьи, включая королеву. Поскольку королева празднует 70-летие пребывания на троне, она сделала шаг назад от участия в королевских мероприятиях. Источник сообщил Daily Mail в январе, что королева очень ценит ее Кейт-поддержку и будет полагаться на нее больше, чем когда-либо. Нынешние турны кембриджских приходятся на критический момент для отношений королевской семьи с содружеством, поскольку несколько стран рассматривают возможность разрыва связей с монархией. Против их поездки в Белиз выступали демонстранты из-за спора об «оспариваемой собственности» между жителями деревни Индиан Крик и организацией «Флора и Фауна Интернешнл» — благотворительной организацией по охране природы, которую Уильям поддерживает в качестве патрона. Место посадки вертолета пары вызвало дополнительные проблемы на фоне утверждений, что с жителями деревни не посоветовались по поводу этого места, которое находится на местном футбольном поле, по данным местного СМИ Белиза Channel 7. По поводу вчерашнего отмененного мероприятия представитель Кенсингтонского дворца сказала, «Мы можем подтвердить, что из-за деликатных вопросов, связанных с общиной в Индиан Крик, визит был перенесен в другое место, дальнейшие подробности будут предоставлены в надлежащее время». Правительство Белиза в своем заявлении сообщило, Индиан Крик был одним из нескольких рассматриваемых мест. Из-за проблем в деревне правительство Белиза активизировало планирование на случай непредвиденных обстоятельств и было выбрано другое место для демонстрации предпринимательства семьи Майя в какао-индустрии. Основными событиями тура пары станет парусная регата на Багамах, а на Яйке Кимбриджи будут отмечать музыкальное и спортивное наследие острова. Счастливые родители двух малышей после рождения маленькой Лилибет несколько месяцев назад, Меган Маркл и принц Гарри, находятся на седьмом небе отчасти. Они не только максимально используют свою новую американскую жизнь, реализуя один проект за другим, но и счастливые родители выделяют время для общения с семьей, чтобы наблюдать, как растут их дети и не упускают ни одного момента. Жизнь вдали от суеты и шума дворца, которая, кажется, идеально подходит им, даже если она все еще вызывает у некоторых неприятия. Арчи – любящий маленький мальчик. Скрытные в отношении своих детей. Ни одна фотография маленькой Лилибет еще не была обнародована. Гарри и Меган, тем не менее, могут рассчитывать на то, что их близкие друзья сделают несколько откровений. Один из их близких друзей предоставил Юэс Викли некоторую информацию о двухлетнем Арчи. Согласно этому источнику, маленький мальчик в полном восторге от рождения сестренки и проводит много времени, целуя и обнимая ее. Что касается его характера, говорят, что он милый и любящий мальчик, который с каждым днем проявляет свой характер все больше и больше к радости своих родителей. Герцог Сасакский впервые за долгое время обратился к британцам. Принц Гарри выступил с пламенной речью на ежегодной церемонии вручения премии GQ «Человек года» в среду вечером. Герцог Сасакский стал интерактивным гостем церемонии и удостоился чести представить для вручения премии команду разработчиков вакцины от COVID-19 Oxford AstraZeneca. В своем обращении наследник британского престола громко раскритиковал массовую дезинформацию, которая вызывает недоверие к вакцинации. Принц Гарри призвал государство отправлять больше вакцин от COVID-19 в бедные страны. Рассуждая о том, что пандемия еще далека от завершения, он сказал, что 98% людей, живущих в развивающихся странах, еще не получили шанс выжить. Выступая перед знаменитостями, Гарри уточнил, что в настоящее время во всем мире использовано 5 миллиардов доз вакцины, охватывающих более трети населения. Это звучит как большое достижение, и во многих отношениях так оно и есть, но существует огромная разница между теми, кто может и кто не может позволить себе привиться. На данный момент в развивающихся странах менее 2% людей получили разовую дозу. И многие медицинские работники до сих пор не вакцинированы, продолжил внук Елизаветы II. Мы не сможем продвинуться вперед, если не устраним этот дисбаланс. В то же время семьи по всему миру подвергаются массовой дезинформации из СМИ и социальных сетей, где распространители лжи и страха сеют нерешительность в отношении вакцин, что в свою очередь приводит к разделению общества и подрыву доверия. Нам необходимо побороть эту систему, если мы хотим преодолеть COVID-19 и риск возникновения новых штаммов, говорит Гарри в своем обращении. До тех пор, пока вакцина не станет доступна всему обществу. Пока каждый не получит достоверную информацию о вакцинации, мы все находимся в опасности, продолжил принц. Назвав профессора Сару Гилберт и профессора Кэтрин Грин гордостью нации, он добавил, мы в безмерном долгу перед их заслугами. Что касается остальных из нас, включая государство всего мира, фармацевтических лидеров и руководителей бизнеса, мы должны продолжать вносить свой вклад. Это должно включать обмен знаниями о вакцинах, поддержку и расширение возможностей развивающихся стран. «Неважно, в какой стране вы родились, когда существуют лекарства и ноу-хау, позволяющие вам оставаться живыми и здоровыми», — заявил герцог Сасекский. Примечательно, что на премию GQ был приглашен и Пирс Морган, который называл откровение Меган Маркл о суицидальных мыслях ложными, а ее саму принцесса Пиноккио, после чего герцоги Сасекские подали на него официальную жалобу вовком. В июле Гарри объявил, что собирается выпустить мемуары, в которых будут представлены интимные и искренние воспоминания о его жизни. Книга будет опубликована издательством Penguin Random US в 2022 году, причем герцог Сасекский, по сообщениям, почти завершил окончательный вариант рукописи. Гарри якобы сотрудничает с Ж. Р. Маухринджер, лауреатом Пулицеровской премии и автором «Призраком», который написал получившие признание критиков мемуары для теннисиста Андреа Гасси и соучредителя Найки Фила Найта. С тех пор, как Гарри и его жена Меган Маркл расстались с фирмой, ряд событий, как сообщается, вызвал волнение в королевской семье, в частности, двухчасовое интервью пары с Опрой Уинфри на канале CBS. Ведущей программы под Save the Queen является Энн Грипер, в ней принимает участие королевский редактор Daily Mirror Рассел Майерс. Мисс Грипер сказала, «Я помню, как один из наших слушателей сказал, что интервью Опры взорвало мосты». Учитывая, насколько жестко он высказывался после этого, невозможно представить, что он будет грести назад очень далеко. Вы думаете, что мемуары будут более подробными или расширяющими интервью Опры, или обосновывающими, почему он чувствовал себя именно так. Итак, жегший мосты интервью Опры, он собирается сбросить ядерную бомбу на останки. Возможно, он не хочет восстанавливать отношения со своей семьей. Но в интервью Опры прозвучало, что он действительно хочет занять некоторое пространство, взять немного времени, разобраться в себе и в конечном итоге возобновить эти отношения. Принц Гарри и Меган Маркл рассказали Опре о предполагаемом расизме, с которым Меган столкнулась во время пребывания в Великобритании, и о том, как они чувствовали себя затравленными британской прессой. Меган также заявила, что комментарии неназванного из королевской семьи были сделаны по поводу цвета кожи их сына Арчи. Она сказала, «В те месяцы, когда я была беременна, мы параллельно говорили о том, что тебе не дадут охрану, тебе не дадут титул», а также беспокоились и говорили о том, насколько темной может быть кожа Арчи, когда он родится. Гарри и Меган подписали грандиозное соглашение с потаковым сервисом Netflix, стоимость которого оценивается в 109 миллионов на создание оригинальных программ. Однако есть предположение, что в конечном итоге паре придется рассказать интимные подробности своей жизни, чтобы оправдать высокую цену. Более того, всего через 10 недель после интервью на CBS, Гарри и Опра снялись в главной роли и стали соавторами документального сериала Apple TV Plus Я, которого вы не видите, состоящего из пяти частей, посвященных психическому здоровью и вышедшего на платформе потокового вещания в мае. В нем Гарри рассказал о кошмарном времени, когда ему была В за 20 и начало 30 лет, когда он страстился к алкоголю и наркотикам, страдая от панических атак и сильного беспокойства. Герцог также рассказал о своей матери, принцессе Уэльской, и о том, как она увезла его и брата принца Уильяма от папарацци как можно быстрее, несмотря на то, что почти ослепла от слез. Документальный фильм стал частью сделки Apple TV Plus, которую они подписали в дополнение к соглашению с потоковым сервисом SpatiFi в прошлом году. В заявлении, сделанном после анонсирования своих мемуаров, Гарри сказал следующее. «Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал. Я носил много шляп на протяжении многих лет, как в прямом, так и в переносном смысле. И я надеюсь, что, рассказывая свою историю о взлетах и падениях, ошибках и полученных уроках, я смогу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем».